Позади два года интенсивной творческой работы. Три больших постановки по произведениям мировой классики и экспериментальный спектакль, сценарий для которого написали сами актёры. В этом году первый в Азербайджане инклюзивный театр ЭСА открывает третий сезон. Основа трупа театра — люди с ограниченными возможностями здоровья. Вначале это была идея просто поставить спектакль с участием людей с инвалидностью. Мне хотелось видеть таких людей на сцене. Хотелось, чтобы они могли забывать здесь о своих проблемах и могли свободно заниматься искусством. Когда мне пришла в голову такая идея, я подумал, что это было бы потрясающе. В некоторых спектаклях актёры выезжают на сцену в инвалидных колясках, но здесь это не реквизит, это необходимость, образ жизни. Основная миссия нашего театра — это возможность для людей с инвалидностью и без вместе заниматься искусством. Это важно во всём мире, и на Востоке, и в Европе, и в Америке. Например, в США были очень рады, когда узнали, что в Азербайджане есть такой театр. Я могу сказать, что после того, как я пришёл в театр СА, всё изменилось. Да, я окончил колледж по специальности актёр, но после того, как я пришёл сюда, я стал заниматься искусством более профессионально. Я думаю, что театр СА отличается от всех театров страны в первую очередь своей инклюзивностью. Это относится не только к актёрам, но и к зрителям, среди которых немало людей с ограниченными возможностями здоровья. Театр СА стал стимулом для людей с инвалидностью. В первую очередь, он показал, что даже без каких-либо операций ты можешь представить обществу что-то важное. СА – это уникальная площадка, которая помогает не только стать частью волшебного мира театра, но и убедиться в том, что нет ничего невозможного. Большинство актёров выходят на сцену не просто преодолевая волнение перед публикой. В каком-то смысле это преодоление самого себя. Я сделала для себя то, что даже не могла об этом подумать. Я очень люблю театр. Например, я с детства хожу в театр. Я дочку с собой всё время вожу на театр. Мы всё время ходим на каких-то спектаклях, смотрим. Но чтобы выйти на сцену – это вообще что-то. Я даже и не думала, и не мечтала. Я даже об этом не думала. Потому что вы сами подумайте, как может незрячий человек сыграть спектакль, сыграть какую-то роль в каком-то спектакле. Секретов там в принципе нету. Просто надо очень работать над собой. Очень много надо работать. Здесь мне очень нравится коллектив. Мы как одна семья. Я нашёл настоящих друзей и, кроме того, смог исполнить свою мечту. Где-то лет пять тому назад я увидел фильм, где актёры были инвалидами и понял, что я тоже хочу стать актёром. Долго не мог найти ничего подходящего. Но друг рассказал мне про театр «Эсса». Я играю здесь с 2016 года. Мне кажется, в том, чтобы играть в театре нет ничего сложного. Ты учишь роль, репетируешь. Единственная сложность – это волнение. Если преодолеть его, то не будет ничего сложного. Всякий раз спектакли театра «Эсса» собирают полные залы, причём на ведущих театральных площадках столицы. За несколько дней до премьеры билетов практически не достать. Интерес к театру растёт не только у зрителей. Пополняется и творческий коллектив. Появляются всё новые желающие стать частью творческой семьи. Именно семьи, как подчёркивают артисты, театр стал для них вторым домом. Для некоторых новая постановка театра «Эсса», репетиции, которые начались совсем недавно, станет дебютом. В интернете и социальных сетей увидел, что есть такой театр. И пришёл сюда. Сейчас репетирую свою первую роль. Это мальчик. Он немного застинчивый, пугливый. Мне очень нравится театр, но в следующий раз хотел бы сыграть бесстрашного героя. Я в театре новичок. Я недавно пришла в театр. Это моя первая роль в театре. Я думаю, что я не последняя. Мне здесь всё нравится. Мне нравится обстановка, какие они здесь. Я нашла новых друзей. Такие все позитивные, очень хорошие, добрые, милые люди. В копилке театра спектакли «Мой сон» по мотивам поэмы Вильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Люди и мыши по одноимённой повести американского писателя Джона Стейнбека. А в июле этого года «Эсса» представил зрителям постановку «Париж взорвался» по произведению классика азербайджанской драматургии Мирзы Фаталия Хунзаде. Премьеру нового спектакля, первого в Азербайджане инклюзивного театра «Эсса» зрители смогут увидеть уже этой осенью. Лила Курбанова, Руфат Олегперов, Сибиси.